Никаких замков на воротах и предостерегающих объявлений. 71-й детский сад сегодня работает в штатном режиме. Двери всех групп открыты для воспитанников. Единственное в ясельной группе сейчас проводит ограничительные мероприятия. Семеро детей там находятся на больничном сатита, мангино-энтровирусом. У всех разные диагнозы. Истории про вирус Коксаки, интернетовские байки. Ни у одного из детей заболевания не выявлено. Группа на карантин не закрыта, но ситуацию заведующая держит на контроле. Мы усилили утренний фильтр. Мы обрабатываем посуду и полы с дезинфицирующим средством. То есть наша главная задача не распространить инфекцию, то есть так как мы общественное, так сказать, место. Маму в интернете рассказывали, инфекция в саду возникла из-за плохих условий и недостаточной санобработки. В управлении образования крайне удивлены поступившие информации от родителей. В 71-м саду в 2013 году был проведен капитальный ремонт пищеблока. В 2014-м заменена кровля. А в 2015-м саду отремонтировали большинство групп, коридоры и спортзалов. Этот сад, наверное, можно ставить в пример некоторым образовательным учреждениям, которые менее справляются. Потому что на хорошем очень счету и руководитель образовательного учреждения, и сами условия в детском саду. Группы находятся в очень хорошем состоянии, поэтому никаких замечаний у нас к этому детскому саду нет. В саду поясняют, решение о карантине вне зависимости от заболевания принимает Роспотребнадзор. Специалисты ведомства также были накануне здесь с проверкой и никаких нарушений не выявили. Чтобы разобраться в ситуации, специалисты Роспотребнадзора связались с родителями ребенка, которые распространили информацию о Коксаке в 71-м саду. Оказалось, что точного диагноза ребенка поставлено не было. То есть ребенок был не госпитализирован, скорую она не вызывала. Вызвали врача на дом, который, осмотрев ребенка, поставил диагноз предварительный, интервирусный. Посмотрим, как у нас проведена лаборатория, то есть диагностическая лаборатория ребенка, какие результаты будут. Если будет положительно, вот тогда будут приниматься определенные меры карантинного характера. Сам вирус Коксаки называют турецкой ветрянкой. В основном болеют дети до трех лет. Появляется сыпь на ладонях, ступнях и слезистые, поднимается высокая температура. Говоря о диагнозах, владимирские родители ссылаются на инфекционное отделение больницы на Токарево. Якобы там сейчас десятки детей лежат с заморским вирусом. Заведующий инфекционным отделением эту информацию опровергает. На данный момент в отделении находится 24 ребенка. Поступили дети с ротовирусом и ангиной. Всего здесь 44 койки. Отделение полупустое. Ни о какой эпидемии, тем более о вспышке Коксаки, даже речи не идет. Ни у одного ребенка, по крайней мере в больнице на Токарево, в этом году этот вирус не диагностирован. Совершенно все спокойно и тихо. Несмотря на то, что август подъем всегда наблюдается, судя по предыдущим годам инфекционных заболеваний, в том числе кишечных заболеваний, сейчас довольно все спокойно. Обычная работа, количество больных по нашему стационару меньше, чем в предыдущие годы. По словам врачей, сам вирус Коксаки для нашего региона не новый. Случаи заболевания ранее фиксировались. Например, в прошлом году наши медики диагностировали его у ребенка, который вернулся из Крыма. Сам вирус лечится достаточно просто и проходит без осложнений. Но специалисты напоминают, проще заполевание предотвратить. Для того, чтобы избежать вирусную инфекцию, в том числе и Коксаки, достаточно соблюдать элементарные правила гигиены, мыть руки, пить бутилированную воду и не купаться в загрязненных водоемах. Ирина Шульга, Алексей Ковалев, телеканал «Вариант».